Венесуэла объявила об аннексии территории Гаяны и мобилизировала армию. Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал аннексию региона западной Гаяны из Секиба. Он включил штат в территорию страны, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на ИЛПС. Во вторник, 5 декабря, президент Венесуэлы Николас Мадуро представил по телевидению новую официальную карту страны со включенным в нее из Секиба. Ранее президент направил военных на атлантическую границу Венесуэлы, очень близко к границам зоны джунглей площадью 160 тысяч квадратных километров, которой де-факто управляет Гаяна. В день референдума Министерство связи Венесуэлы распространило видео, на котором коренные жители выносят гаянский флаг и поднимают венесуэльский. Власти объявили о создании новой провинции или штата на территории Тумирема. Временное правительство будет находиться в Тумирема, где ведется добыча полезных ископаемых, мы хотим мирного спасения Гаяна из Секиба. Давайте начнем давать ответ народу, который выступил 3 декабря. Наша Гаяна из Секиба была де-факто оккупирована Британской империей и ее наследниками, и они разрушили этот район, сказал президент Венесуэлы, что предшествовало проведению референдума. Венесуэла и Гаяна спорят о принадлежности региона из Секиба. Венесуэла утверждает, что регион отошел ей после обретения независимости от Испании, а Гаяна считает, что эта территория была частью британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гаяной, референдум в Гаяне из Секиба. Венесуэла 3 декабря провела референдум об аннексии части соседней Гаяны. По словам властей, при явке 50% избирателей, результаты составляли 95%. Однако на избирательных участках не было видно ни очередей, ни массового наплыва людей. Ранее мы сообщали, что Бразилия усилила границу в ответ на территориальные споры между своими соседями Гаяной и Венесуэлой. Также мы писали о приакции Украины на «референдум» в Венесуэле. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.